Набережная города над Бугом. Она претендует стать вторым Брестским Арбатом, вот только после зимы присвоение нового статуса явно откладывается. Излюбленное и одно из самых живописных мест в городе сегодня больше напоминает мусорную свалку. Бутылки, окурки, обертки. Картина маслом. Кажется, любые комментарии излишни. Забили тревогу активисты БРСМ. Неотъемлемая часть наших горожан помогает своему городу, потому что куда бы мы ни поразъезжались, по-любому сюда вернемся, его нужно держать в чистоте и в порядке. Я считаю, именно из молодежи должен каждый человек это делать, потому что каждый сорит и все выкидывает, и как бы нужно за собой убирать потом. Набережная и акватория реки Муховец не единственные объекты наведения чистоты. В прямом смысле слова горы мусора, оставленные так называемыми культурными горожанами, красуются и в парке воинов-интернационалистов. Мощный удар по отходам нанесли москвичи. Засучив рукава и вооружившись необходимым инвентарем, трудовой десант наводил порядок активно, но настроение радужным назвать было тяжело. Очень удивлено, когда мы пришли и за полчаса буквально вот эти 10 мешков мусора были полностью забиты. И сейчас мы еще на протяжении около часа будем тут работать. Ну, ситуация, видимо, очень пилочевная. Призыв один, чтобы не мусорили, потому что в дальнейшем вы сами где-то будете погулять, и будет некрасиво, когда увидишь мусор, эти бумажки будут валяться. Кажется мелочь, бумажка с конфетой, но несложно ее положить в карман и забрать, домой где-то занести или в ближайшую мусорку. А так получается, каждый по бумажке и начинается, и куча мусора появляется. В программе трудового марафона не только традиционная уборка мест массового отдыха. Немалый фронт работы сегодня проделали юноши и девушки, которые занимались ликвидацией несанкционированных объявлений на фасадах жилых домов, деревьях, ограждениях, остановочных пунктах. Проявлять, так скажем, помощь, проявлять вот эту вот заботу в первую очередь о родном городе. Это активная гражданская позиция любых, не только молодежи, но и в принципе каждого человека. И, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Эти ребята, которые приняли участие в данной акции, они в следующий раз подумают, а нужно ли мне бросать эту бумажку на землю, либо донести ее до урна. Сегодня в разных частях города Бреста это более 100 человек у нас работает. Ну, если так вообще всеобъемлюще говорит, то, я думаю, более тысячи примет вообще за весь период этого месячника. Пограничный Брест считался и считается одним из самых чистых и благоустроенных городов Белоруссии. Чтобы эту марку держать и дальше, чтобы наш любимый город в канун своего тысячелетия стал еще более чистым и красивым, нужно ведь совсем немного, просто не потерять мусор по дороге к урне. Продолжение следует...